Проблема лишнего веса – молодая болезнь. Повсеместной она стала лишь к середине 20 века. По оценкам ВОЗ, сегодня она затрагивает полтора миллиарда человек в мире. Где искать управу на этот бич 21 века? Механизм ожирения очень сложный. Может человек быть полным, но при этом у него все нормально с гормонами, у него нормальная чувствительность к инсулину и так далее. А есть люди, которые худые, а у них наоборот нарушены эти процессы. Неожиданный подход предложили исследователи древней ДНК. Они решили посмотреть на проблему глобально и на большом временном участке. Эволюционно человек из-за того, что все время голодал и вынужден был искать и добывать себе пищу, то за долгое время эволюции выработался механизм запасать энергию. На условия жизни кардинально изменились. Человек стал есть больше, а двигаться намного меньше. Настолько пища доступна, она высококалорийна, скажем, не очень, возможно, качественная. Это и трансжиры, и, соответственно, наш организм, он не очень понимает. Он вроде все как раньше запасает, а приводит это к воспалительным заболеваниям, метаболевским расстройствам. Исторически все началось 12 тысяч лет назад, когда на Ближнем Востоке стало развиваться интенсивное земледелие. Именно с его развитием стали появляться излишки еды. И с этого момента, вот что интересно, что когда появляется земледелие, у людей появляется больше пшеницы, скажем, современными словами, можно сравнить с хлебобулочными изделиями. И с этого момента можно говорить, что люди стали более подвержены ожирению. Эволюция снабдила нас великолепным механизмом быстрого реагирования на внезапное изобилие. Однако этот механизм и стал проблемой для Homo sapiens. Существовала ли генетическая склонность к ожирению у древних людей? Ученые решили изучить их ДНК. Неожиданно возникла гипотеза, что вот в определенном смысле генетическая информация современного человека, если она похожа на древнего человека, она может предрасполагать его к ожирению. Потому что его геном вроде как еще хранит память о том, что он древний человек. Метаболизм таков, что у вас так много еды, вы так мало двигаетесь, что вот это запасание, оно не нужно. Древний мир был устроен так, что человек постоянно бегал, охотясь за дикими животными или спасаясь от них. Иначе ни охотники, ни собиратели просто не смогли бы выжить. Их метаболизм был настроен на то, чтобы каждую калорию использовать сегодня. А что если обмен веществ у современного человека устроен так же? Это такая смелая гипотеза, которая скорее может говорить даже не о генетике, а об эпигенетике, то есть об эпигенетических механизмах, когда первичная опасность ДНК, она остается то же самое, не меняется. А то, как работают гены, будет изменено. Если говорить образно, то ДНК это книжка, а эпигенетика то, как вы ее читаете. Громко или тихо, быстро или медленно. Мы сравнили эти эпигенетические профили, реализации генетической информации у древних людей и у современных. И нашли определенные различия в этом. И теперь пытаемся направленно изменить эпигенетику генов современного человека на эпигенетику древнего человека. И посмотреть, отразится ли это на метаболизме. Это поистине революционный подход. Ведь чаще всего ученые сравнивают последовательность генов у людей, которые страдают ожирением, и у здоровых людей. И пытаются найти опечатки в генетическом тексте. Ожидание заключается в том, что мы найдем пути, из-за чего возникают ожирения, какие гены в нее вовлечены. И в силу того, что это эпигенетика, мы с этим, ею манипулировать безопаснее, чем манипулировать с генетикой. Так что ученые надеются получить безопасный инструмент, который позволит проводить эпигенетическую терапию людей, страдающих ожирением. Интересно, что рассматривается не очень большой список генов, около 200, только те, которые влияют на метаболизм. Генетическую информацию о древней ДНК ученые получают из зубов древнего человека. Какой уровень метилирования ДНК, и какие гены метилированы, и как они метилированы, на зубах это может иметь отражение. Осуществив редактирование, ученые смотрят, как эпигенетические изменения влияют именно на жировые клетки. Возникают ли, например, воспалительные факторы, меняется ли их морфология. Ведь у человека с ожирением клетки жировой ткани выглядят несколько иначе, чем у здорового. И это нам открывает возможности определить механизмы развития ожирения. А если мы знаем механизмы, мы можем уже в перспективе говорить о каком-то разработке препаратов, да, которые будут влиять на этот механизм. И это и своего рода лечение, и своего рода, наверное, профилактика может быть какая-то, развитие ожирения и ассоциированных заболеваний. Исследования еще в разгаре. И пока мы ждем появления чудесной таблетки от лишнего веса, будем брать пример с древнего человека и стараться отрабатывать каждую полученную калорию.